МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приготовить мужу завтрак, накормить двоих детей, отправить их в школу, убрать дома, навести порядок и подоить козу. Так обычно проходит день Оли Поляковой. Замечательная хозяйка, любимая певица и просто красавица сегодня у меня в гостях. Раскроет секрет, как ей удается совмещать карьеру и замечательно вести хозяйство. И приготовит свое фирменное блюдо. Равиоли со шпинатом! Встречайте! Встречайте! Ты только что сказала, что я даю козу. Я действительно умею доить, хотя, конечно, мне помогают в этом мои феи. У меня 5 коз, которые родили в этом году семеря козлят. Я надеюсь, что ты тоже сегодня почувствуешь себя феей. Сегодня у нас совершенно бюджетный вариант. Это все вы можете сорвать у себя на огороде, если у кого есть. Сделать из молока. Здесь не нужно ехать в Италию, чтобы сделать по-настоящему итальянские равиоли со шпинатом и рикоттой. Это самые популярные равиоли, которые едят в Италии. Именно поэтому ты выбрала этот рецепт на сегодня, да? Да. Во-первых, он... Стройнит. А во-вторых, он очень бюджетный, тем более, что сейчас сезон шпината. Свежий шпинат, прежде всего. Яйца куриные. Мука из твердых сортов пшеницы. Это очень важно. Потому что вся паста итальянская, равиоли, это делается из твердых сортов пшеницы. Мало того, она очень диетическая. И намного в ней больше белка, чем в обычной мягкой пшенице. Чеснок, рикотта, все, никаких больше премудростей. Масло сливочное, пармиджано, он может быть, а его может не быть, луковица и оливковое масло. Мы начнем готовку с теста или с начинки? Поскольку я люблю заморачиваться, и чтобы мои гости падали в обморок, то тесто мы сделаем зеленого цвета. А зеленого цвета мы будем красить его с помощью шпината. Для этого мы берем часть шпината нашего. Для того, чтобы измельчить шпинат, мы используем насадку фуд-процессор в нашей кухонной машине. Она быстро измельчит даже самые твердые ингредиенты. А уж со шпинатом точно справиться. Мы можем только скорость регулировать и наблюдать со стороны. Вот стебельки отрезаем, добавляем немножечко оливкового масла, примерно столовую ложку. Соль, потому что соль разбивает волокна овощные. У нас быстрее выделится сок. И он пустит сок. Да. Я бы добавила немножко водички. Можно взять из чайника. Водички тоже, наверное, ложки две столовых. Теперь нам нужно взять сито. Знаешь что? Наверное, отрезаем стебли у этой части шпината. Для начинки. Так, а вот это что у нас? Шалфей. Это нам потом нужно будет для соуса. Смотрите, вот у нас такая прекрасная натуральная краска получилась. И через сито, чтобы вот эти частички там не мелькали. Ну, а часто тебе удается, на самом деле, готовить? Я морожу много. Примерно один раз за лето я делаю, но делаю целую морозилку. И потом мы едим. Не только эти равиоли. У меня еще в любимчиках с рикоттой, цветками цукини, жареными и трюфельным маслом. Это вообще с ума сойти. Это просто какой-то гурман. Да. Теперь мы наливаем сюда наш сок. Добавляем туда муку. 400 грамм мы отделяем. Мы используем только желтки, тоже традиционно для такого теста. Оливковое масло, которое по рецепту входит, уже там. Уже там. Немного сока шпината, немножко воды. А в основном жидкость это желтки все-таки. Желтки, да. Четыре. Так, и опять же. Немножко нужно подсолить тесто. Хотя мы будем солить в воду, но я все равно предпочитаю, когда тесто соленое. Иногда. Чтобы тесто было более плотное такое, я добавляю немножечко белка. Давай. Давай добавим чуть-чуть. Тем более, что у нас тут есть место. Не весь, половинку. Пока у нас взбивается тесто, мы можем же готовить начинку. Ты знаешь, я всегда ценю в ужине вовремясть. Потому что, как говорила моя мама, говорит по сей день, хороша ложка к обеду. А мы сделаем начинку. Я обрезала стебли. Что дальше нужно делать? Теперь нужно вот так вот их сложить и порезать. Не очень мелко. Теперь мы порежем чеснок. Я вот так вот его ножом давлю. Да. Я смотрю, что тесто прямо уже просится, да? Великолепно. Откуда у тебя рецепт, где ты научилась готовить? В Италии ведь часто кушаешь равиоли именно со шпинатами и рикоттой. У меня есть такой талант. Если пробую блюдо, я примерно знаю, как оно готовится. Вот. Поэтому я попробовала, мне понравилось. И я приехала домой и сделала. Для этого не нужно ехать в Италию. Вы можете совершенно такое конкретное итальянское блюдо сделать и дома, и из наших продуктов. А мы дальше берем скоровородку. Теперь нам нужно потереть пармезон. Я могу сделать. Давай. А что тесто? Мы его сейчас выемем и положим отдыхать. Чтобы оно стало мягкое, чтобы развилась клейковина. Все. И положили отдыхать в холодильник. А пока мы делаем начинку. Оливковое масло. Наливаем примерно полторы столовых ложечки на сковородочку. А я пока порежу лук. Знаешь секрет, чтобы не плакать? Я уже столько их знаю. Я что-то не плакала. Нужно дышать ртом. Если дышишь носом, оно сразу попадает в глаза. В слизи. Да. А если дышишь ртом, то плакать не будешь. Я вот когда была на Сицилии сейчас с детьми, наш гид научила меня, как снимать икоту ребенку. Испугать не работает. Воду пить не работает. А этот способ работает. Йоговское движение. К большому пальцу прислоняем мизинец. А к следующему, на другой руке, к мизинцу большой палец. И прислоняем к слоничному сплетению. Через три минуты ребенок не икает. Смотрите, у нас уже здесь нагрела сковородка. Мы бросаем половинку в луковицу. Немного. Кручок кубиком, я посмотрела. Да, да, да. Обязательно добавляем часть чеснока. Чуть-чуть часть мы оставим для соуса. А что-то есть из домашних дел, что тебе прям совсем не нравится, и ты даже никогда этим и не занимаешься? Это уборка. Я ненавижу убирать. Я когда готовлю, после меня всегда горы посуды. Поэтому мне надо 50 человек, чтобы мне помогали. Конечно, интересен вопрос, насколько много ты ешь, если ты такая стройная. Ой, я очень люблю есть. Это моя слабость, моя страсть. Я уверена, что если бы я не была певицей, я бы поварежила. Во-первых, спорт. Я бегаю по утрам, и я еще умею держать себя в руках. То есть я вегетарианю. То есть я могу 2-3 месяца есть только овощи. Поэтому я могу приходить в форму. Лучок нужно прямо обжарить или просто пассируем его? Я вот немножечко вот так вот обжариваю. И сюда же мы бросаем наш шпинат. Чтобы было вкусно, я немножко в начинку добавляю сливочного масла. Мне нужна крышечка, и вот я ее нашла. Чтобы они протушились. И вообще недолго. Шпинат, он очень быстрый. Раз, и как тряпочка становится. И чтобы у него был зеленый вот такой вот цвет, можно немножко лимона добавить. А вот такое количество пармезана хватит? Шикарно, хватит. Смотрите, что мы делаем. Мы берем вот этот наш пожаренный прекрасный шпинат. Сейчас это все измельчится в однородную массу. Мы добавим рикотту. Сколько добавить? Примерно столько же. Вот сколько у нас шпината, я всегда добавляю поровну. Да? Да. Пармезан можно не добавлять. Но я его добавляю для того, чтобы вкус был более такой насыщенный. Все-таки рикотта, это же пресный сыр. Вот я добавляю вот так вот. И перемешиваем до однородного состояния. До однородной прям массы. Оно сейчас станет зелененькое, красивенькое. А мы вынимем, наверное, тесто. Давай. Давай, пока я занимаюсь тестом, ты мелко-мелко порежь шалфея. Только листочки. Начинает и самое прикольное. Самое нелюбимое, потому что нужно тонко-тонко раскатать плотное тесто. Вот тебе колбаска. Ой, цвет отличный вообще. А знаешь, я еще делаю, подкрашиваю соком свеклы. Очень красивые розовые получаются равиоли. Если нужно, мы можем еще так подпылить. Подпылить обязательно. Чем плотнее, тем лучше. И еще такой секрет, чем тоньше, тем лучше. Великолепно мы справились. Мы просто с тобой великолепные хозяюшки. Нам нужна вот такая вот кисточка. Можно взять остатки яйца, которые у нас были. Мы берем обычный пакет. На угол накладываешь свою начиночку. А потом ножничками отрезала. И получился прекрасный кондитерский мешок. Вот оно должно быть вот такой консистенции. Не очень плотного теста или очень-очень густой сметаны. Нужно сразу начинать делать. И вот так вот мы выдавливаем. Так, ты уже опытна, но получается на расстоянии где-то 3 сантиметра, да, друг от друга? Так. Все, смотри, секрет теперь. Вот это самое важное. Нам нужно намочить края, хорошенько смазать водой или желтком, или белком. То есть те места, где должно прилипнуть тесто. Да, обязательно между тоже пройти вот так вот хорошенько намочить. И вот так вот мы накрываем. Смотрите, я всегда начинаю делать с центра, чтобы выпускать воздух. И теперь каждую, смотрите, вот так вот выдавливаете воздух, чтобы воздуха не было, чтобы была начиночка без воздуха. Оль, а как насчет вот собрать мужа на работу, прогладить ему рубашечку? Нет, это все не ко мне. Я, конечно, могу все это, но если я буду еще и это делать, ну, ты себе представляешь, ну, тогда я буду в год выпускать не два суперхита, а ноль. Да, это гораздо меньше. Так, теперь хорошенько вот так вот пригладить, видишь, придавить. Вот вам и секрет, как сформировать, чтобы потом они не развалились. Прямо вот так вот не бойтесь, нажимайте пальчиками. Все. Теперь мы берем вот такой ножик и делаем очень просто. Красиво по бокам. А теперь по серединке. Когда мы прижимаем это тесто, оно еще больше слепливается. Красота. Если вы хотите, чтобы точно у вас ничего не разлезлось, то мы можем взять вот такую вот вилку, поделать вот такие следы. Зафиксировать. И уж тогда у вас точно ничего ниоткуда не посыплется. Немножечко оливкового масла я добавляю в воду, и они не слипаются. Перед тем, как закинуть их в воду, нам нужно сделать то, чем мы их будем поливать. Потому что в равиолях в них же главный запах. Это у нас даст шалфей. Есть. Вот он у нас порезан. Измельченный. Чеснок. Обязательно масло кусочек. Значит, немножечко туда добавляем масла оливкового. Так, теперь немножечко масла сливочного. Когда это все разойдется, мы добавим туда наш запах. А уже можем варить равиоли? Вода кипит. Равиоли нужно варить очень быстро. Надо посолить в воду. Ты знаешь, что морская соль менее соленая, чем каменная? Да. Так. Ну что, поехали? Давай. С богом. Великолепно. Очень красиво. На цвет. Все перемешать ложкой. Смотри, вот тут ложкой. Ложки. Обязательно сразу перемешивать. Это важно, потому что, особенно если они у вас были в морозилке. Потому что прямо из морозилки их нужно положить, чтобы они чуть-чуть подрастали. Несколько минут? Несколько минут 10, потому что если кинуть сразу, трескаются. Вот какой секрет, если вы готовите равиоли, которые заранее заморозили. Все, они должны закипеть и все. А у нас тут пока готовится соус. Масло практически растопилось. Масло, шалфей, чеснок. Просто для того, чтобы масло набралось запахом чеснока и шалфея. Все. Так давай чуть подуберем здесь. Да. Потому что у нас сегодня в стиле Оли. Много грязной посуды, зато очень вкусно. Видишь, какие мы с тобой. Все-таки две хозяйки на кухне хорошо. Одна готовит, вторая убирает. Я поняла, кто убирает, конечно. Хотя надо отдать должное, хотя ты не любишь убирать. Посмотри, какая у тебя чистота. Все. Готово. Уже абсолютно точно готово. Да. Нужно обязательно взять плоское блюдо. Потому что если мы их сгрузим в глубокую тарелку, Как вареники или пельмени. Они тут же склипнутся. А у равиоли они любят вот такую подачу. Как же они хороши. Очень хороши. Надо быстрее вынимать. Обязательно полить сразу же, чтобы они ни в коем случае не слиплись. И еще маленький секретик, когда вы их сделали, вот так вот немножечко они не потрясите. Ой. И обязательно, обязательно, обязательно. Веточку. Шалфей. Вот. Готово. Да. А сейчас я напомню, как мы их готовили. Возьмите муку, яйца, шпинат, шалфей, оливковое масло, сыр рикотта, сливочное масло, чеснок, лук, пармезан. Измельчите шпинат с оливковым маслом и небольшим количеством воды. Добавьте в муку соль, желтки, измельченный шпинат, протертый через сито. Замесите крутое тесто. Оставьте в холодильнике на 20 минут. Для начинки порежьте лук мелким кубиком, обжарьте на оливковом масле, добавьте сливочного масла, измельченный чеснок и шпинат. Полученную массу остудите и измельчите с рикоттой до однородной консистенции. Тесто раскатайте тонко, смажьте водой или желтком. Выложите начинку, сверху накройте другим листом теста и сформируйте равиоли. Варите в кипящей подсольной воде с добавлением оливкового масла одну минуту после закипания. Приготовьте соус из оливкового сливочного масла с добавлением шалфея и измельченного чеснока. Подавайте равиоли с соусом. Это просто кулинарный шедевр от Оли Поляковой. Кстати, я предлагаю выпить сейчас по чашечке кофе, а потом попробовать равиоли. Хорошо. Выглядит необыкновенно аппетитно, а главное преимущество в данный момент пока еще не попробовала. Это так легко готовить. Угощайся, пожалуйста. Нескафе Классик. Глоток энергии и бодрости на весь день. Так. Ну? Ммм. Да. Ммм. Боже, какой вкус. Белиссимо. Какая нежная начинка и в то же время сочная. Спасибо тебе огромное за это вкуснейшее блюдо. У нас есть теперь рецепт. Мне хочется как-то, знаешь, тоже тебя порадовать каким-то приятным сюрпризом. Ну ты что, боже, неужели сейчас будет петь Виктор Павлик? Я попрошу тебя вот сюда вот выйти. Да. Для получения сюрприза. Олечка, значит, посуду тебе мыть не нравится, гладить тоже. Осталось только доить козу. Боже, вы подарите мне козу, козла или доильную машину. Что? Я дам тебе возможность сегодня почувствовать себя одной из своих фей. Вот этими вот ручками. Ты будешь доить козу? Нет. Я буду козу? Да, я надеюсь. Коза? Она уже здесь есть, пожалуйста. О, боже. Что ж ты за человек такой? Я к тебе со всей душой. Я тебя равиолями кормила, а ты меня заставляешь дергать козу за эти. О, боже. Она не бьется? Она добрая. Моя ласточка. Организуйте, пожалуйста, рабочее место для доения козы. Она меня может стукнуть, вы знаете об этом? Нет. А может быть, она будет равиоли? Вот так вот приманим. Ой, смотри. Даже козе понравились мои равиоли. Она теперь должна обязательно дать мне молоко. Боже, а где у нее грудь? Ну, объясни, пожалуйста, чем я завынылая, кто кажуть, а? Ты так удивила нас своими равиоли, что осталось только добить нас козой. Ты доешь? Нет. А ей кажется, что доешь. О, боже. Умничка. Я даю. Я даю. Ой. Приготовила вкуснейшие равиоли и еще козу подоила. Оля Полякова, сегодня вам все будет добро. Спасибо тебе огромное. И тебе спасибо. Че не сделаешь, блин, ради искусства. Привет, друзья. Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Пока. Попробуйте. Редактор субтитров А.Семкин